В Курске Лариса Рубальская уже не в первый раз, однако на творческую встречу с ней собрался полный зал. Как шутя призналась поэтесса, большое количество зрителей ее удивило, ведь многие летом трудятся на грядках. Но на этот счет у нее свои убеждения. И хороший привет, а кто ко мне пришел летом на концерт, это умный хороший урожай. Она много выступает, часто принимает участие в телепередачах. Но звездная болезнь Ларисы Рубальской не грозит. Поэтесса считает, что в ее жизни все как у всех. Может быть в этом и есть секрет ее доверительных отношений со зрителями. С ними она не стесняется быть честной. Кстати, про прозвище Рубала меня и сейчас многие так зовут. И однажды, когда я еще не писала песен, я познакомилась с одной артисткой. Ну она Рубала, Рубала, так меня все звали. И она меня пригласила на свой спектакль. Я такая счастливая, прихожу, значит, к кассе подхожу, говорю, здравствуйте, пожалуйста, билет на Рубальскую. Там листали, листали билеты. Говорят, извините, на вашу фамилию ничего нет. Я так расстроилась и пошла домой. И уже в метро-то меня дошло. Я вернулась в театр. Успела. Я говорю, скажете, а на Рубалу есть? На Рубалу есть. Лариса Рубальская активна во всем и везде. Она с молоду считала, что в поисках супруга не следует полагаться на судьбу. Его надо искать самой. Легко влюблялась, но редко когда чувства были взаимными. Я щипала перед зеркалом брови, подводила стрелкой линию глаз, разрывали мое сердце любови, безответный приток каждый раз. А подружки, собираясь на танцы, так решали мой вопрос непростой. Чего ты плачешь? Все ребята засранцы. А характер у тебя золотой. О своих первых выступлениях сейчас Рубальская вспоминает с улыбкой. А тогда для нее все это было очень волнительно. Однажды, чтобы не сбиваться во время чтения стихов на сцене, ей посоветовали выбирать в зале одного зрителя и декламировать ему. Я, конечно, перед зеркалом потренировалась на кухне, научилась, вышла, выбрала себе женщину. И ей в глаза смотрю, и читаю, читаю, она встает и уходит. Я так расстроилась, говорю, простите, пожалуйста, почему вы уходите? Она говорит, думать надо. И до меня дошло, я ей читаю, кики, мороболотная, но где же ты была? Представляете? Песни Ларисы Рубальской знают многие, ведь их исполняли Пугачева, Киркоров, Аллегрова, Леонтьев и Алсу. Однако не всем известно, что когда-то поэтесса была и переводчиком. И даже эта, казалось бы, нетворческая профессия помогала ей сочинять. Например, в одном из коровников с японской делегацией Рубальская долго пыталась объяснить гостю все происходящее. Он так ничего не понял. Зато у Ларисы появилась песня «Напрасные слова». Напрасных слов в ее стихотворениях не найти. В каждом из них читатели находят что-то свое. Сейчас из-за гастролей новые произведения появляются реже. Но, как и прежде, Пушкина и Евтушенко – авторы, за которыми стремится Лариса Рубальская. Меня вдохновляют стихи хороших поэтов. Жизненные ситуации сейчас меня не вдохновляют. Только волшебство слов, которые я слышу и читаю. Творческие люди не приспособлены к быту. В случае с Рубальской это мнение ошибочно. Она всегда была хорошей хозяйкой. Даже выпустила несколько кулинарных книг. Ее фирменное блюдо – рис по-японски. Но больше всего писательница любит домашние котлеты. Готовить я любила больше раньше. Сейчас я реже готовлю. Во-первых, я стала больше занята разъездами и концертными выступлениями. Потом изменился состав моей семьи в сторону уменьшения, к сожалению. А самой себе готовить я так не обязательно. Время от времени. Рубальская производит впечатление оптимистичного человека и покоряет публику своей жизнерадостностью. Лариса уверена, что с возрастом люди не меняются, а остаются такими, какими они были в юности. Были юными и счастливыми в незапамятном том году. Были девушки все красивыми и черемуха вся в цвету. Творческий вечер Ларисы Рубальской в Курске прошел под названием «Очередь за счастьем». Кстати, как уверяют многие ее знакомые, Лариса приносит удачу. Стоит только поддержать писательницу за левую руку незамужней девушке, так вскоре она найдет свою судьбу. Секрет собственного счастья Рубальская открыла давно. Он есть, я его давным-давно сформулировала, и он уже не раз обнародован. И он очень прост, чтобы было кого кормить и чем кормить. Кого – значит, ты не одинок. Чем – значит, ты не очень беден. Где бы ни выступала Рубальская, везде ее ждет аншлаг. Потому что эти два часа на сцене она проживает в унисон со зрителями.